Городом. Радио. Молтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Вы слышите меня, да? Да, да. Да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте. Вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы... А как? Вы не могли бы нам посоветовать... Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня было без господина Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги присутствуют. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Доброе утро. Начинается программа «Добро пожаловаться». И с нами на прямой связи председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте. Доброе утро. Ну и ждем также, что в нашем эфире появится эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП, Эврос Гонтарев. Не знаю. Доброе утро. Да, доброе утро. Все тогда, все в порядке. Вся команда в сборе. Телефоны 67212-9399, 67213-9399. Очень много звонков. Давайте сразу начнем их принимать. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Будьте добры, у меня два вопроса на немножко разные темы. Первый вопрос такой. По поводу лифтов. Прошла информация, где-то в газетах, что, значит, Регасному Парвалднекс сообщил, что со следующего года расходы на содержание лифтов и ремонты будут уменьшены на 20%. Это первый вопрос. А почему? Так. А второй вопрос? А второй вопрос по поводу мусоропроводов и вывоза мусора. Опять же, прошла информация, что бюро омбудсмена заявило, что абсолютно незаконно заварили у нас мусоропроводы без решения собственников квартир дома. Значит, делать это не имели. Ссылки есть на статьи Сатверсме. Вопрос. А юристы Регасному Парвалдекс не знали эти статьи Сатверсме? И что теперь будет с мусоропроводами? Был дан срок какой-то там 3 месяца. Ну и еще один вопрос по поводу вывоза мусора, но оставим на потом. Спасибо. Спасибо. Доброе утро. Наверное, я начну, поскольку там была затронута тема лифтов, за которой я тщательно слежу. И просто профессиональный интерес чем-то закончится и так далее. Сейчас, да, был конкурс, который там множество раз испаривался. И по моей информации еще все варианты... Один из претендентов были также литовцы, которых оставили за бортом. Разделили Ригу на 4 поставщика. И литовцы будут все это спаривать и так далее. Так что еще результат неизвестен до конца. Но вот то, что, да, сказали, что сейчас на все станет дешевле и не будут вкладывать лифты. Ну, это нонсенс. Почему? Потому что какой-то обширной программы по восстановлению лифтов нет и не было. Да, когда я в свою очередь в 2017 году приступил за руководство РМП, мне тоже так как-то тихо подошел технический отдел. Под конец года я предупредил, знаете, уважаемый председатель, у нас под конец года там, ну, может быть, 100 лифтов сейчас больше не будут работать. И что? Почему? Откуда? Они говорят, ну, просто потому что поддерживали штаны все это время, но не было программы. Мы разработали программу, чтобы за 5 лет все лифты были бы восстановлены. Если где-то РМП говорит, что сейчас эти издержки будут меньше, это значит, что лифты не будут восстанавливаться, это значит, что они будут только поддерживать их, чтобы они просто функционировали. Их не надо было закрывать на эксплуатации, на время, пока ремонт производят. Это, скажем так, плохая информация, да, потому что, наоборот, нужно вкладывать в лифт сейчас, потому что это опасная. Бейстом АЕ-карт, да, и за которой нужно следить, чтобы ее восстанавливать. Это раз. Про омбудсмен, да, слушательница абсолютно права. По-моему, мы где-то месяц или полтора обратно на передачу тоже это озвучивали, что омбудсмен принял такое решение. В принципе, мы тоже, когда все это время вот с Сергеем и с вами, и с радиослушателями обсуждали этот вопрос, мы, в принципе, про омбудсмена мы забыли, что через него тоже можно какие-то вопросы решать, если закон неправильно написан. И в этом случае он, да, сказал свое слово, дал время Рижской думе о том, что вот нужно исправить вот этот непорядок или это неправильное поочередность действий, которое приняло Рижская дума. Чем это закончится? Ну, то, что, наверное, Сергей уже в предыдущей передаче рассказывал, да, пока там омбудсмен говорит, что, ребята, вы что-то неправильно приняли, ребята принимают, продолжают принимать неправильные законы. Сергей, наверное, расскажет сейчас дальше про это. То, что мы уже обсуждали про сортировочные мусорники, которые нужно у каждого дома сейчас ставить без централизирования решений. Ну, если говорить про омбудсмена, то он пишет, что везде в прессе прозвучало, что возражение по той части постановления Рижской думы, которая требует заварить трубы мусоропровода. Но на самом деле это решение имеет продолжение. Пункт номер один. Заварить мусоропровод, и тогда вы можете пользоваться контейнерными помещениями, то есть в этих помещениях, которые были предназначены для приема мусора из мусоропровода, можно размещать контейнер. Если мусоропровод не заварен или не закрыт, то в этом случае вы не имеете права держать там мусорный контейнер. Вот если наш уважаемый омбудсмена спорил только первую часть этого решения, то получится так. Мусоропровод открыть, но контейнер там держать для приема мусора нельзя. Меня это больше всего настораживает, что вся эта шумиха закончится абсолютно ничем. То есть мусоропровод будет, но сбрасывать мусор будет некуда. Так что здесь скомментировать еще рано, и нужно понять, ведь Тривическая дума достаточно быстро изменила этот пункт. Сначала строго заварить, а потом или-или. Так что здесь, думаю, что на самом деле шуму много, а толку будет почти ноль. Понятно, спасибо. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Человек долго дозванивался, наверное, уже поставил на автодозвон и ушел. Пожалуйста, вы в эфире, говорите. Нет, не хочет. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Телефоны в нашей студии. Еще раз напоминаю, что можно дозваниваться, и на ваши вопросы ответит председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений Айвар Гонтарев. И еще раз пробуем. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый. Я бы хотел задать вопрос господину Гонтареву. Мне пришел счет на оплату воды. И к моим показаниям добавили 54%. И вопрос состоит в том, есть ли величина, максимальная величина, на которую можно добавлять. Ну, это Лидикла Старпиева. Вопрос понятен? Да, 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 да. Да, спасибо, будем ждать ответа. До свидания. Не уточнил ли радиослушатель, где он получил счет? Наверное, я предполагаю, это какой-то из домов РМП. Но любой дом может получить счет от Рига Суденца, который распределяется по вашему употреблению. Если где-то есть какого-то рода потери или неучет, тогда вся же разница, она делится на всех остальных счетчиков, которые есть в доме. Из этого сколько может быть, насколько может быть плохо, крайне нигде не обозначено. В законодательстве просто обозначено процентами суммы 20%, когда дом прав должен выяснить, откуда, что появляется, где разница, и предоставлять в отделе квартир решение вопроса о том, чтобы такой разницы больше не было. То есть в вашем случае, если 54%, если это продолжается три месяца, значит что-то в системе уже непонятно, не в порядке, и дом прав должен бегать и решать проблему, искать решение вам предлагать. Так что следите за показаниями, и если это уже не один месяц, а уже несколько, тогда спрашивайте в дом управления, что было сделано, для того, чтобы выяснить, откуда такая потеря. Спасибо. Ещё один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня есть такая проблема. Я живу в Задвине, в новом доме, который состоит из двух секций, и каждый день в ночное время, в течение четырёх месяцев, включается световое шоу. То есть установлено на третьем этаже гирлянда, которая всю ночь горит, и свет белый, мерцающий, и это мешает спать, потому что расстояние от моей лоджии, моих окон, порядка семи метров. Вот законно это или незаконно? Спасибо. Не допускается вообще в ночное время прямое попадание света в окна, поэтому вам надо обратиться в строительное управление, с тем, что провели инспекцию, и тогда потребует убрать эту гирлянду. Если по-другому, ну, более коротким путём, вы не сможете решить вопрос. Но попадание света от рекламы, от всякого рода дополнительных осветительных приборов в ночное время в жилую зону не допускается. Я вот упустил. Это было установлено соседями, или это была какая-то световая реклама на доме? Я вот немножко... По сути, это неважно. Если даже соседи установили гирлянду, ну, вот в доме напротив, и она мешает спать, то действия одинаковые. Строительное управо, да? Да. Спасибо. 6-7-212-93-9. Слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Извините, пожалуйста, я ещё чуть-чуть. Господин Гонтарев, превышение неучтённой воды к всей воде, потреблённой домом, да, не может там превышать больше 20%. После этого должны, как говорится, почесать репу. Но человек, насколько я поняла, говорил, что превышение неучтённой воды к его личному потреблению составляет 50 с лишним процентов. Так вот, чтобы немножко сгладить его недовольство, могу сказать, что у меня бывает 80%, больше 100% от моего личного потребления объём воды, который не учтён, за который я должна платить. Спасибо. Так бывает. Из-за этого здесь есть в условиях Кабмета Министра также и методик, который можно поменять, да, каким образом раскидывается разница по воде, да. Она раскидывается по квартирам, она раскидывается по употреблению и так далее. Есть такая ситуация, тогда, если вы мало употребляете воды и у вас большая разница, у остальных такой проблемы нет, ну тогда по отношению к вам это, наверное, честнее перейти на отчёт этой разницы по употреблённой воде. Да, ну согласны ли будут все остальные владельцы квартир перейти на такую методику, это вопрос. Но закон предполагает несколько видов, как распределять эту разницу. А каким образом? Ну тут действительно ведь получается, что если переиграть по другой методике, то тогда, наоборот, в проигрыше останутся остальные. Здесь вот получается, что большинство может всегда, ну задавить численность. Я бы всё же обращал сначала внимание на общую потерю воды. Она в каких-то нормах включается, да, или всё же она завышена. Это первый вопрос, который нужно привлечь внимание и понять. То есть если она всё равно, она там прыгает в рамках около 20%, это всё равно слишком много. И потом уже понимая, что вот решили этот вопрос, и у нас большой общей потери нет, тогда уже решаем индивидуальные вопросы. Насколько поменяется, насколько вот по всем трём методикам, например, просто в Excel забить, и посмотреть, как поменяются там ваши счета, если там по одной, второй или третьей методике. Ну, по-любому. 100% счёт Рига Суныц нужно будет распределиться на всех владельцев квартир. По-любому. Вопрос только внутри методики, насколько там она правильная или честная по отношению к одному или другому там виду потребления. Кто-то больше тратит воды, да, там, и у него ставится та же константа, да, на потерь. Ему это нравится. А тот, кто вот мало потребляет воды, у него 54 из этого получается, из этой константы. Ему не нравится, да. Ну, здесь нужно собираться и решать, но, во-первых, нужно решить вопрос, у вас в нормах, скажем так, общая потеря воды, или же она зашкаливает. Это первый вопрос, который нужно выяснить. Спасибо, здравствуйте. Я хочу добавить одну секунду. Здравствуйте. Сейчас, секундочку, да, вот. Сергей Сидорков, да. Я хочу добавить, что нормальная разница по воде, это если дом в технически исправном состоянии системы измерения приведена в порядок, то составляет 2-5%. Все остальное, это вопрос перепихивания счетов с одного человека на другой, что никогда не даст результат. Да, да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. До каких пор РНП будет уродовать фасады панельных домов при заделывании швов всех микрорайонов, размазывая белую краску, где черную смолу, и получается, что в одном доме сразу панельные швы могут быть три этажа белых, а два этажа черных швов. Разве можно такие вещи делать? Согласно проекту, должна быть вяжущая мастика, заделывание швов бежевого цвета. Кто принял такое непрофессиональное решение? Ну, во-первых, я бы сразу сказал, что мастика бывает разных цветов, и она специально выпускается разных цветов. Во-вторых, все это безобразие может закончиться только тогда, когда собственники квартиры начнут в полном объеме финансировать работы, регламентные работы по замене швов. Пока идет частичная герметизация швов там, где потекло, так оно и будет продолжаться. Сегодня здесь помазали, завтра там помазали. Ну, и плюс к этому еще появляется уже герметизация не швов, а трещин, которые появились в результате ненадлежащего ухода за швами. Так что ответ здесь очень простой. Необходимо наладить нормальный, предусмотренный его правилом технической эксплуатации, уход за швами. Раз в 5-7 лет полностью возобновлять герметизацию швов. Тогда у вас этой проблемы не будет. Все будет ровненько, красиво и одним цветом. Я напомню нашим слушателям, что есть еще один способ связи. Если вы не можете дозвониться или какие-то проблемы, можно присылать на WhatsApp 2306191, 2306191, ну или звонить 67212-9399, 67213-9399. Это телефоны нашего прямого эфира. Вы можете сразу же задать свой вопрос с нашим экспертом. Я напомню, что это председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП, Айвар Гонтарев. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, а вот пока вот вопрос, который волновал, по-моему, жителей на улице Эйзенштейна, там была проблема с вредителями в мусорных контейнерах. Вот жалуются и спрашивали, каким образом бороться с крысами, которые, ну, жители боятся просто выбрасывать мусор, открывать контейнеры, что на них буквально могут броситься вот эти вредители, животные. Ну, по крысам, наверное, я тоже могу ответить. Так как эта проблема была, тоже прилетала ко мне как жалоба принимает жителей во время РНП. И, разучая этот вопрос, поняли одно, что нельзя фактически, ну, невозможно или нет смысла уничтожать крысы в одном доме, потому что они, у них обычно вот эти тропы, где они кормятся, где живут и так далее, они заседают на какой-то весь квартал или часть квартала. И тогда нужно идентифицировать во всех местах, где они есть, и тогда разрабатывать общий план этого квартала и одновременно все там, все эти мероприятия делать одновременно. И потому, каким образом что-то перекрывается до их доступности, каким образом их травят, с какой интенсивностью, чтобы все было одновременно и от этого избавиться. Но, если дом один борется сам по себе, это как борьба с мельницами, на какое-то время это помогает, через некоторое время, если там есть источник еды и доступ к этому мусорнику, крыса опять появится. То есть, здесь нужно понимать, какая ситуация в окружающих домах и уже действовать сообща, чтобы от этой проблемы избавиться. Сергей, наверное, еще что-то добавит в свой опыт. Я могу сказать, что борьба с крысами это вообще с грызунами, это вопрос систематической работы. На своем примере, могу сказать, у нас этой проблемы нет уже давно. Благодаря тому, что мы заключили с фирмой, специализирующейся на диротизации, постоянный договор, идет постоянный мониторинг окружающей, прилегающей среды вокруг домов наших и выявляются потенциальные места, где крысам удобно размножаться, гнездоваться, где они могут корниться. И, соответственно, как только определяются такие точки, там сразу начинается работа по их удалению оттуда. Здесь вопрос систематический, то, что сказал Айвар, это тоже, чем большее количество домов будут вовлечены, и будут обслуживаться на постоянной основе, тем меньше шансов, что вы встретите грызунов. И здесь нюанс такой, что они в одном месте обычно кормятся, и в другом месте они размножаются и спят, и так далее, где их дом. Из этого они перемещаются фактически по всему кварталу, и буквально я лично столкнулся с такой ситуацией в прошлой неделе, где тоже в законсервированном доме вдруг появилась информация про крысы, где они вообще не должны быть. Оказалось, что рядом на квартале, где вот тоже дома обслуживают РМП, три дома, появилась кафеюшка, где-то полгода обратно из этого там есть продовольственные отходы, то есть есть база для пищи у крыс, они там кормятся, и всей семьей, большой крысиной семьей идут спать на нежилой помещении, перебегают через улицу, да, и все это наблюдает житель, и в ужасе смотрит, не понимает, в чем дело, да. и житель думает, что это виноват владельцы нежилого помещения, да, где ничего, никакое действие не происходит, а ситуация, почему это все появилось, оказалась в совсем другом доме, да, из этого тоже было принято решение, что вот мероприятия должны быть проведены во всех домах, и не один раз, а вот как Сергей уже говорил, постоянно, на постоянной основе, и ситуация должна мониториться, потому что она может опять возобновиться в любой момент, это животные, как только будет возможность где-то покушать, где-то поспать, они найдут местечко, и тоже будут действовать сапша, только вот во благо себе и во благо людям. Ну вот еще в дополнение к этому вопросу было замечание, что может быть зря боролись с котами, замуровывали подвалы, что вот значит там нету, теперь пропали кошки, которые могли бы, дескать, уничтожать крыс. Ну я повторю свою точку зрения, я считаю, есть домашние животные, есть дикие животные, нет подвальных животных и так далее, это раз. Второе, при достаточно кормовой базе и коты, и крысы живут достаточно мирно, а в подвалах обычно, если живут коты, то их еще сердобольные бабушки и дедушки подкармливают, то есть там хватает пищи и тем и другим. На самом деле одним из источников появления крыс является захламление подвала. Если появляется такой вот рачительный хозяин, скобка, который начинает заполнять свои подвальные помещения неизвестно чем, я не говорю, пищевыми, а просто завалами, крысам очень нравятся потайные места, где они могут не сдаваться, значит ждите гостей. Крыса это такое существо, которое там, где ей комфортно, она обязательно найдет путь. Есть кошки, нет кошек, есть яд, нету яда, ей комфортно, она там будет. Так что здесь вопрос такой, чистота, гигиена и систематическая работа. Больше там никаких советов дать невозможно. Еще больше расскажу, если есть пищевая ваза для котов отдельно, для крыс отдельно, они с одной миски будут водичку пить, потому что им делить то нечем. Еще спрашивали по поводу контейнеров, не то, что сейчас контейнеры будут стоять на улице, не является ли это тоже какой-то дополнительным стимулом? Все является, смущает немножко другое, контейнеры будут стоять на улице, ну и хорошо пока стоят с картоном, стеклом и с бытовыми отходами, а еще пищевые, но не будет крыс, будут чайки. Дело в том, что вопрос с контейнерами, раздельным мусором, с размещением и его обслуживанием, ну это вопрос, который нужно решать комплексно и не так, как это решается сейчас. То есть, хаотично насовать, сначала столбиков насовали, а те контейнеры насуем и скажем, что мы защищаем природу отнюдь. Я уже говорил, что если чем больше контейнеров, тем разнообразнее график их вывоза, тем больше выбросов будет от этих грузоковиков и больше вреда будет на самом деле, чем польза для природы. Там все по-другому нужно делать, философию другую нужно применить. Это уже 18 век то, что у нас пытаются сделать в городе. Доброе утро, пожалуйста. Доброе. Вопрос такой, почему при замене окон на лестничных площадках с фасада РНП в смете не закладывает покраску панелей наружных откосов лестничных окон над подъездом? Эти откосы стоят грязные и обшарпанные, и никаких эффекта никакого нет с фасада панелей дома при замене лестничных окон? Ну, я отвечу, я выступлю защитником РНП. Как финансируете, так и получается. На самом деле можно в экономичном варианте вмонтировать окна, не трогая наружный откос. Или наружный, или внутренний. Технологически можно и то, и то, но только с одной стороны. Но если вы не оговариваете в своем решении, что вам нужно обновить наружные откосы, покрасить и так далее, то так и будут делать. Зато дешево. Тут вопрос в первую очередь денег и заказа. Ну, а потом у вас сразу возникнет второй вопрос. Откосы беленькие, а стенки грязненькие. Ну, и пошло дальше. Так что здесь надо решать как-то немножко по-другому и в комплексе. А кто заказывает? То есть, как это могут, ну, жильцы, может быть, действительно пропустили этот момент, когда решался этот вопрос? Это типичное решение, сделайте как можно дешевле. По конкурсу. Это одно, другое. В домах РНП, вы же знаете, что составлять смет, смет в конце года вам вот скоро будут, наверное, высваны даты. Вы сможете собраться и решить, что вы хотите, что вы не хотите. Но еще раз таки, я хочу, и, наверное, хотим все вместе обратить внимание радиослушателей, что дом, в котором вы живете, это ваш дом, ваш, не чей другой, ваш, и вы в нем принимаете решение. Вы понимаете то, как там будут ремонтироваться, что будет ремонтироваться и так далее. и то, что от вас нужно, это и нести отсюда, чтобы вы вместе собрались и хоть что-то решили, что вы хотите. Потому что, если вы будете ждать что-то от Дома права, который придет и сделает всем хорошо, такого нет и не будет, потому что всем хорошо никогда не будет. У дома много всегда жителей, всякого рода много желаний. Есть необходимости дома, которые нужно делать. Но я просто желаю всем собираться, решать, что вы хотите, какой план ваших мероприятий и следовать этому вашему плану. Еще раз так, это ваш дом, ничей другой. Продолжая тему, что дом ваш, и это касается не только квартиры, а вот всего. Сейчас мы, я зачитаю обязательно смс, у нас сначала звонок, здравствуйте. По поводу окон на лещащей площадке. Два года уже бьемся, чтобы заложили в смете покраску этих откосов панельных, но РНП это нам не делает и смету не дает. Что значит бьемся? Можно вопрос уточнить. Что значит термин бьемся? Кто и обо что бьется? На самом деле не надо биться, нужно составить протокол собрания собственников квартир вашего дома, в котором более 51% выскажутся за такую работу. И биться не надо будет. если отдельные товарищи бьются, а другие не бьются, но никого толка не будет. Айвар же четко сказал, коллективное решение должно быть и должно быть подано в Реческую Думу. Точно так же видите смету, которую публикует Реческая Дума, уточните, что подразумевает эта смета под собой, если это очевидно не видно. Но надо немножко интересоваться своими делами. вы в конце концов доверили состояние своего имущества и своих денег третьей стороне. Интересуйтесь хотя бы тем, как исполняется ваше поручение. Ну вот продолжая тему, что чей дом здесь пришла такая смс, что на этажах жильцами были самовольно захвачены помещения для сбора мусора в трубу мусоропровода и собственно говоря вот сам мусоропровод тоже был уничтожен. Допустимо ли это или нет? Может быть это было связано как раз таки с тем периодом, когда их собирались заваривать и кто-то решил раз все равно помещение пустует, то почему бы мне его не использовать для своих целей? Нет, это не связано, это было и раньше. Это было и раньше. В какой-то период в девятиэтажных домах люди неохотно пользовались мусоропроводом и постепенно захватывались эти помещения. Это как бы вам сказать, захватывать его нельзя, помещение перепрофилировать нельзя, делать там кладовку для охранения вещей нельзя, но делают. Если есть недовольные, значит нужно действовать по вполне банальному механизму, написать в первую очередь претензию к домоуправлению, чтобы оно восстановило эти помещения. Домоуправление обладает достаточно, должно обладать достаточными ресурсами юридическими и техническими, чтобы решить этот вопрос по возврату этих помещений для общего пользования. Надо ли это? Это другой вопрос, но в принципе вернуть назад это юридически не представляет проблем. Еще вот вопрос пришел. Какое решение по ремонту надо обсуждать на общем собрании? Спрашивают. Ну любое, наверное. Ну любое, но за исключением на общем собрании есть, мы уже неоднократно говорили, есть 907-е правила Кабинета Министров, там пункт 17-й, который перечисляет там 20-25 технических причин, когда управляющий должен сделать это незамедлительно, а потом оповестить собственников. Ну одно из первых это проникновение влаги в конструкцию, то есть то место, откуда проникает влага в конструкцию, должно быть заделано немедленно. Ну и там еще целый ряд таких вот неотложных очевидных причин. У нас звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вот вопрос. Я живу в доме, пил сабуны, которые построили, ну это считаются муниципальные дома. И в этих домах изначально были сделаны подвалы, хорошие подвалы, да. Так как квартиры небольшие, хотелось бы вот какой-то велосипед или коляску или что-то еще санки поставить. И мы ими не пользуемся. То есть их как бы закрыли эти подвалы. Можно ли им вообще пользоваться? Или они вообще будут совсем закрыты? Для чего их тогда вообще делали? Спасибо. В данном случае это муниципальный дом и хозяин дома распоряжается как можно использовать или не использовать помещения, которые не являются жилыми. В данном случае это подвал, это собственность самоуправления. И если там каким-то внутренним правилом ограничено возможности пользоваться, то нужно обращаться госпитал судьбовник за разъяснением почему, ну и дальше уже решать вопрос с визическим самоуправлением как разместить. Со своей практикой могу сказать это боюсь, что это вынужденная мера со стороны владельца здания, потому что несмотря на то, что ряд людей хотелось держать там свои достаточно ценные вещи, очень часто вот эти подвальные помещения превращаются почти моментально в хламушники. То есть туда заталкивается невообразимое количество всякого сомнительного сомнительных ценностей, я бы сказал, мусор, и там нарушается уже генемические и пожарные правила безопасности. Вам надо решать вопрос через владельцы, через представителя владельца Вигас Пилс и Бумникс. Возможно, вы можете попросить, чтобы вам выделили какой-то тем, кто хочет пользоваться этим, какой-то угол подвала или какую-то часть подвала, которую можно обустроить охраняемыми элементами с тем, чтобы там не было ни вандализма, ни беспорядка. Тут уточнение пришло, спрашивали не какое решение по ремонту, а вот каждое ли решение по ремонту нужно обсуждать на общем собрании? То есть, вот какого, нужно ли за каждое собирать собрание из-за каждого момента? Понимаете, строго по закону да, за исключением того пункта правил кабинета министра, о которых я сказал, строго по закону да. Дальше встает вопрос о том, что заключая договор с управляющей компанией или принимая решение о передаче отправлении, обычно оговариваются объемы. То есть, там, скажем, ремонтные работы до тысячи, ясно, что это такие, ну, текущие ремонтные работы, поручаются управляющим просто производить и после этого информируют собственников. Это уже вопрос дальше индивидуальный. В принципе, да, все решения о финансах и расходовании накопительного фонда это четко должно обсуждаться на собрании. Но можно часть таких вопросов по мелким ремонтам, еще по каким-то делегировать, принимать решения либо полномоченному лицу от дома, либо самому управляющему. Но закон не говорит, что там есть вот то и то. Нет, надо все обсуждать. С точки зрения целесообразности, ну, здесь сами надо решать. Ну что же, я смотрю, что время у нас подходит уже программы к концу и, наверное, будем уже завершать. Я напомню, что сегодня на ваши вопросы, их действительно было очень много, отвечали председатель правления Товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвр Гонтарев. Следующий понедельник продолжим консультировать. Вы можете заранее оставлять ваши вопросы на, присылать их на номер ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Спасибо большое. Всего доброго и до следующего понедельника.